Да. Почему атеизм это позиция дурачка? Я просто не понял, разъясни. Верить в отсутствие существования X. Это звучит странно, но вообще это на самом деле слабый кейс. То есть признание отсутствия это не очень такой сильный аргумент против атеистов. Атеизм это не прагматичная позиция. Охуеть, контраргумент атеизм это не прагматичная позиция. Что, давайте, блядь, бога верить, потому что это просто прагматичная позиция и всё. Очень-очень круто, действительно. А вот атеист не прагматичная позиция. При том, что атеист почти любой скажет, что ну вот у нас есть наука. Наука исходит из естественной установки, в рамках которой бога нет или нет. Короче, не рассматривает наука бога. Никаких сверхъестественных существ ей не надо, соответственно, этой науки. Из этого напрямую как бы следует, что наука как проект, он, если не атеистический, то как минимум безбожный. Что значит вообще не прагматичная. И вам атеисты скажут, ну вот она, прагматичная наука, прагматична, прагматична. Атеизм в ней плюс-минус имеется. Да, хотя наука не определяется атеизмом как таковым. Не определяется. Но при этом атеизм там, ну плюс-минус, в какой-то даже не вполне скрытой форме имеется. Ну и многие учёные, специалисты, атеисты, даже большинство, наверное, это очень последовательно и легко совмещается с наукой. Наука, в вашем, наверное, представлении, ребята, это нечто порождающее практику, наверное. То есть, блядь, вот атеизм, который в естественной установке в науке, в методологии науки сокрыт, с одной стороны, с другой стороны, естественная наука. Из естественных наук уже идут практические науки. Ну вот всё, практика идёт. Не прагматична, оказывается. Ну окей, окей, это просто некоторые атеисты действительно могут так считать. Ну а во-вторых, ну вот ты освобождаешься от всяких религиозных верований, ну и ты можешь делать многие интересные вещи, которые тебе запрещали. Это ужасно. Ну это прекрасно, наоборот, замечательно, это хорошо. Это эстетически нецелесообразная позиция. Это эстетически нецелесообразная позиция, потому что он уродлив. Атеизм не позволяет вам наслаждаться полнотой бытия. Ауф. Атеизм не позволяет. Это к слову о том, что Чел Докинза не считал. Я, кстати, замечу, что в рамках философии, вообще плюс-минус мировой, но скорее даже континентальной, разобладание атеизма обычно оценивается, ну атеизма и науки. Потому что атеизм и наука очень близко, на самом деле, здесь идут постоянно, да, как такое вот совместное словосочетание. Что наука открыла вот эту космическую бездну, показала нашу микроскопичность и ничтожность. Кстати, к вопросу о том, что наука, видимо, тоже эстетически, наверное, не очень хороша, не позволяет наслаждаться широтой и красотой бытия неожиданно, да. Так вот, показала наше место в мире, что мы, короче, обезьяны, ебучие, бесполезные, тупые. И, короче, от этого нам становится грустно, потому что раньше на протяжении всего развития нашей культуры мы были оберегаемы концепцией Бога. Мы думали о том, что, ну, всё, потом ещё посмертное существование, здесь мы могли даже страдания претерпевать сколько угодно, а потом взяли и всё обрезали эти ёбаные учёные, эти ёбаные атеисты, да, которые вот пришли и начали нам рассказывать эти ужасные истории о том, что Бога нет, рая нет, души нет, посмертного существования нет, нихуя нет, короче, до свидания, бро, после смерти ты, короче, уходишь в небытие. Поздравляю. И у многих на фоне этого, особенно философов, писателей, открывается... Ну, такая, что ли, скука, грусть, грусть, печаль, ужас человека. То есть человек приоткрывает себе, во-первых, ужас перед ничто, это уже у Хайдегера, например, встречается, и многие его цитируют. Какая-то там тошнота ещё, может быть, от жизни, которая у того же Сартера продвигается, да, и так далее, так далее, так далее. То есть наука поставила нас перед такой бездной, что мы, ну, наука и Дефис рядом с ней атеизм стоит, потому что наука и атеизм здесь они очень близки. Ну, не атеизм производит науку, но они местами, короче, связаны. Не каждый атеист учёный, не каждый учёный атеист, но многие учёные атеисты, и в рамках науки, в её методологии содержатся атеистические посылки. Это важно всё помнить. Так вот. Так вот. Так вот, так вот. Вот многие мыслители это осмысляют с грустной стороны. И чем Докинс отличается от многих людей, да, вот такого духа? Вот в гуманитарном образовании мы обычно, да, сталкиваемся, вот Бога нет, атеизм, значит, всё плохо, значит, это трагедия, значит, всё очень хуёво. Нехорошо. И нередко ещё вспоминаются предсказания Достоевского о том, что атеизм приведёт нас к большой беде, да, Достоевский пророк, он так и знал. Но тут нюанс заключается в том, что когда мы берём Докинса, Докинс оптимист. Он оптимист в рамках атеизма. То есть, наоборот, хорошо, что мы избавляемся от Бога. Мы можем делать больше, мы осознаём, что у нас жизнь одна, и мы можем наслаждаться этой жизнью. Мы теперь можем делать то, что позволяет нам этой жизнью наслаждаться, не обращая внимания на всевозможные религиозные догмы, многие из которых, ну, в значительной степени нашу жизнь ухудшают. Ну, вот как бы вот так вот. Так вот, Докинс представитель такого оптимистичного атеизма. И это, как бы, да, вот сейчас просто обсирали Докинса, и вы говорили это, и вот ребята говорят, это непрактично, это плохо, там, это, короче, эстетически неправильно. Но Докинс, наоборот, пытается показать и рассказать, как раз довольно красочно пытается объяснить и показать, что атеизм достаточно красив, что в атеизме есть такой вот дух жизни. Вкус жизни есть, и вкус вот этой самой одной жизни. У вас есть только одна жизнь, вы ее осознаете, после этой жизни ничего не будет. И вы же, кстати, ничего чувствовать не будете, поэтому, как говорил Эпикур, Хакуна Матата, успокойтесь, короче, не ебите себе мозг, когда вас уже не будет, вы этого не почувствуете. А сейчас, пока у вас есть одна жизнь, старайтесь прожить ее максимально эффективно, максимально хорошо для себя. И с точки зрения чувственности, и, наверное, с точки зрения некой такой эффективности. В общем, если вы, будучи христианином, наоборот, можете сидеть и нихуя не делать. Типа, ну, Бог спасет, там, я пойду, помолюсь, похожу там в этих вот, этих вот, в толпе людей с крестами вместе, похожу, еще что-то поделаю. Торопиться некуда, впереди еще целая бесконечность, да. Это даже, может быть, вот можно рассмотреть религию как вещь, несколько сбивающую мотивацию местами, потому что, ну, впереди бесконечная жизнь, бесконечное посмертное существование, ну, скорее всего. Делай хорошие дела, когда придется, вот, мотивация к хорошим делам, конечно, есть. Но, в принципе, но, в принципе, на самом деле у тебя впереди еще очень-очень много времени. А вот атеиста, который осознает ограниченность своего времени и итог своего существования, у него, наоборот, есть мотивация успеть многое сделать. Это бессмысленно или осмысленно, не знаю. Многие люди здесь выбирают, будучи атеистами, альтроистическую какую-нибудь мотивацию. Мол, чем больше я за свою единую-единственную конечную жизнь успею сделать хорошего для человечества, тем лучше, например. Или еще что-нибудь такое. Ну, то есть, здесь огромное количество разных подходов к оптимистическому описанию атеизма. Ну, и я, как понимаю, Лемон очень плохо читал Докинза. Ну, это не упрек, на самом деле. Ну, блядь, я тоже не очень хорошо читал Докинза. Хотя его высмеивал определенное время и видосы даже выпускал. И при этом есть куча атеистов, которые кончают с собой, ну, окей. Ван Блумберг пишет, я не понимаю, зачем все успевать, если он сотрется сам человек. Так тут есть небольшой такой нюанс. Понимаете, Ван Блумберг, многие атеисты, они начинают верить во всякую генетику, в популяции. Важно передать свои гены, а я передам свои гены, у меня будут дети. И эти дети... Ну, это, конечно, не идея Докинза, Скайрайдера, но просто Докинз один из самых громких их распространителей. Поэтому мы о нем сейчас в первую очередь и говорим. Так вот. Так как может ей наслаждаться человек. Потому что человек, он просто эволюционное и религиозное существо. Схуя ли он эволюционное и религиозное существо? Вопрос интересный. Во-первых, что такое религия? Хороший вопрос. Не все религии, следует заметить, являются теистическими. Это следующий к вам заход, да, в дверцу. Следующий заход в вашу дверцу, не все религии теистические. Наши предки, вообще все, блядь. Все предки, которых мы знаем, они были религиозные. Ну, смотря что такое религии, в каком смысле они религиозные, честно говоря. Так что я здесь с Андреем, не знаю, согласиться, не согласиться. Но просто понятие религии, если мы его начнем анализировать, оно берет начало, как я понимаю, именно из того, что христианство себя само начало называть религией. Можно ли называть другие формы верования религией? Это, на мой взгляд, хороший вопрос, на самом деле. Религиоведение имеет огромное количество определений того, что такое религия. И что значит все люди религиозные, это мне не до конца, на самом деле, понятно, потому что у нас определений религии миллиард, миллиард, ну не миллиард, их просто много. Их достаточно много, короче. Существуют люди, так существуют религии. В принципе. То есть говорить о том, что человек – существо религиозное, в принципе, релевантно. Особенно в соответствии со современными антропологическими находками, с современными эволюционными исследованиями. Просто человек – это существо во многом, не только, но религиозное. Да, только проблема заключается в том, что большинство определений религии не считают религиями какие-нибудь, допустим, простейшие мифологии, скорее всего, да, это во-первых. А во-вторых, не считают религиями разные культы, поклонения, простейшие, тоже важно это понимать. И какие-нибудь, я не знаю, как эти штуки-то называются, фетиши какие-нибудь в этнологическом смысле тоже далеко не всегда считаются религиями. Как-то вот так вот. Поэтому понятие человек – существо религиозное довольно интересно, довольно интересно. Я его не до конца понимаю и принимаю, но окей. Просто если мы называем религиями набор любых верований, тогда и наука – религия, и тогда человек – реально существо религиозное, атеизм – тоже религия, скорее всего, да? Вопрос, насколько мы расширяем данное понятие. И говорить о том, что вот там миллионы лет мы были религиозными, ну, наши предки, а потом говорим такие в 21 веке – а, ну пофиг, я выкину это все на свалку, это нахрен не надо. Но это по факту выходить за рамки собственного натурализма, собственной природы, собственного эволюционного прошлого, а значит вставать на… Не, ну просто вам, Лубер, действительно, в зависимости от определения мы и науку можем религией назвать. Просто если определение очень широкое, туда так или иначе наука может попасть. Ну, например, если вы определяете религию через институцию религиозную, ну, то есть через иерархию, через какие-то определенные помещения, образовательные какие-то вещи, то есть, да, основное отличие религии, например, от секты, допустим, ну, какой-нибудь маленькой, да, это, во-первых, в размере, а для того, чтобы был размер, вам нужна форма организации, вам нужно образование, чтобы учить своих адептов, чтобы распространять свои взгляды. У христианства все это есть в полном объеме, у ислама все это есть в полном объеме, у буддизма, кстати, все это есть тоже в достаточно полном объеме, у иудеев это есть в достаточно полном объеме, много у кого все это есть, да, какая-то структура, образовательные учреждения, храмы, места поклонения, не поклонения, помещения, да, куда-то, места для медитации, возможно. То есть, если мы берем какой-нибудь критерий, это вера в Бога, ну, ты тогда нихуя не понимаешь, короче. Если это просто вера в Бога, потому что значительная часть того, что мы называем религиями в современном мире, я поправлю, да, они атеистические. Вера во что-то мистическое, сверхъестественное, тут вопрос к сверхъестественному, а что такое сверхъестественное, не до конца тоже понятно. И почему это главные критерии разделения? Путь эволюционно неадаптивный, потому что эволюционно-адаптивно, как показал естественный отбор, на данный момент являются как раз-таки религиозные взгляды. Потому что они в популяциях наиболее адаптивны. Почему они наиболее адаптивны? Я, честно говоря, не до конца сейчас понимаю. Ну, ладно. Ну, это можно по статистике посмотреть, например, среди христиан очень низкий уровень суицидов, чем среди атеистов и прочих людей и так далее. Таких точек охуенно можно найти в огромном количестве. Нет, сверхъестественное довольно сложное слово, и действительно определять по сверхъестественному довольно странно. Вообще традиция естественного, сверхъестественного, она, ну, как я понимаю, преимущественно европейский характер носит. Потому что, если мы берем какую-нибудь индийскую попытку осмыслить в кавычках естественное, мы там натыкаемся на разные там пять сканг, среди которых есть те, которые нас связывают с наблюдениями якобы феноменального мира, да, другие какие-то еще какие-нибудь там штуки, еще там что-то. Короче, осмысление через феноменологию прежде всего идет нередко в индийских учениях. Особенно в буддизме. Особенно в буддизме. Биошок заношу. Так что здесь, честно говоря, тоже хз. Что естественное, что неестественное. Так. А религиозные взгляды в среднем? Ну, в среднем я полагаю, что большинство людей, так уже, ну, не большинство людей, большинство атеистов вряд ли скажут, что быть религиозным в данный момент наиболее адаптивная форма существования. Как минимум потому, что наука, преимущественно, значительное количество ученых, они сейчас атеисты. Ну, или агностики радикальные, да, либо атеисты. Ну, хотя это одно другому не противоречит, но они скорее атеистических взглядов придерживаются по большей части. Следовательно, одна из самых полезных, конвенциально полезных групп людей оказывается атеистами. Так, Скайрайдер, понимаете, в чем дело? Естественное и неестественное, это у нас еще идет с того, что мы разделили мир на природу и сверхприроду. То, что помимо природы есть еще что-то сверхприродное. Ну, не для всех культур это просто, в принципе, очевидно. Ну, например, китайцы рассматривают мир как большое единое целое, когда они говорят о том, что у нас там есть небесный мир. Есть, короче, небесный мир, а есть поднебесный мир, да. Это все части одно целого, наверху тоже какие-то там канцелярии в их представлениях присутствуют. Души-то тоже там есть, но эти души обычно представлены, знаете, как какой-нибудь ки, там, вот это вот ци, которое циркулирует, которое на самом деле есть какая-то тончайшая материя, которая тоже на самом деле природна в конечном итоге. То есть, здесь нет выдумывания каких-то параллельных миров. И это, ну, параллельных, не земных, таких вот нематериальных миров. Здесь, в принципе-то, не особо даже в голову приходит. Так что, блин, мне не до конца понятно то, что Лемон говорит. Так, Скайрайдер, это разделение, оно, ну, плюс-минус с Аристотеля, скорее всего, идет. Но еще, если более позднее попробуем оценить, это когда, в общем-то, один из... Да нет, хотя это с Платона, нет, это просто, блядь, тупо с Платона, это даже не надо переводчиков, здесь всяких вот этих, не переводчиков, в общем-то, вот, короче, это с Платона у нас, короче, идет. Хотя, может быть, еще раньше, на самом деле. Потому что у нас есть еще Парменит, который разделил мир на истинный неподвижный, на истинный неподвижный и иллюзорный наблюдаемый, да? Да, потом Платон заимствует эту позицию, ну, и говорит, что вот мир, который наблюдаемый, он, конечно, не иллюзорный, но есть более правдивый мир, мир идей. А мир материи, он тоже существует, но материя, как бы, калкалыч, ну, и она вот здесь, короче, изменяется, разрушается, и истины по вопросам материи составить, конечно, нельзя. Не обязательно, там, христианские, не обязательно какие, но они более адаптивные, они позволяют вам лучше... Не, мне просто здесь, на самом деле, кажется, Лемон немножко не понимает очень важный принцип. Что мы вообще выделяем религии как некую силу отдельную, да, противоположную, в неком случае, допустим, философии и науке, как раз именно по принципу, что вот она религия, она не философия и не наука. Притом важно понимать, что на протяжении развития философии и в кавычках науки, которой еще долгое время на самом деле не было, да, и религии совместные, вот у нас все это в терминах происходило в Европе. В Европе это все происходило, да? И в Европе у нас, в общем-то, была одна единая религия, все остальное кал, ну, как бы, индуистские взгляды не были известны изначально, соответственно, китайские взгляды тоже не были известны изначально. Ну, и потом у нас появляется, в общем-то, миссионерская деятельность, и мы отправляемся, мы европейцы в данном случае направляемся, ну, во-первых, в Индию, нас Индия больше всего интересует, наверное, здесь, ну, и в Китай тоже. И там узнаем, что там есть тоже какие-то взгляды. Эти взгляды, на первый взгляд, нам не кажутся, с одной стороны, философией, и с другой стороны, уже возникшей наукой, бог просвещения плюс-минус идет или прошла уже, да, и они нам не кажутся ни наукой, ни философией. И мы называем их религией, при том, что мы даже еще и миссионеры одновременно с этим, потому что, ну, первые люди, которые занимались таким более-менее базовым... базовым-базовым-базовым-базовым исследованием изначально, ну, мы были миссионерами изначально, христианскими. Христианские миссионеры поехали и сказали, так, блядь, у них там какие-то ебучие культы, давайте их разъебывать. И, соответственно, они начали их разъебывать как религию, не как философию, не как науку, а вот таким вот именно образом. И таким образом у нас получается большая-большая проблема, потому что само слово религия – это очередное пустое множество, на самом деле. Мы уже сегодня разобрали, что наука – это на самом деле пустое множество, но религия – еще более пустое множество. Просто потому, что оно было выдумано, ну, так скажем, от нехуй делать, причем плюс-минус миссионерами, не миссионерами, ну, христианами, которые не очень хотели грамотно разграничивать понятия, и почему-то они отказались от унификации, собственно, слова «религия», которое принадлежало раньше, по большей части, им самим, а потом, ну, видимо, ввиду некоторых исторических культурных обстоятельств, стало обобщающим для всех. То есть мы начали называть религией буквально все, что мы не можем классифицировать как науку, философию, ну, или какие-нибудь там микроскопические культы. Любая большая общность людей, которая убеждена в тех или иных взглядах, оказалась религией. Например, конфуцианство, да, иногда он изучается в списке религиоведов, как конфуцианство, как отдельная религия есть. Вы такие, приходите, смотрите, а что конфуцианство? Нет, там есть определенные позиции с точки зрения, что духи там присутствуют. Духи там какие-то есть. Но это не основополагающая концепция. То есть это не так уж и важно. Ну, есть и есть, короче. Очень важна этика. Важно правильно себя вести. Во-вторых, очень важно не только правильно себя вести, правильно государство устроить. То есть политика, да, политическая основа учения там дальше идет. Неожиданно, кто мог подумать, да. Этика, политика, ритуалы. Ритуалы нужно соблюдать. Такие, блядь, традиции. Живи с этим, соответственно. Вот вам база, как бы, да. Что здесь религиозного в чистом виде, честно говоря, не совсем понятно. И, честно говоря, даже в условиях современного марксизма, коммунизма, шаманизма, у нас каких-то спасибо анонимно конкурировать в контексте той или иной среды и позволяют вам лучше просто-напросто приспосабливать. А, по-моему, наука позволяет лучше конкурировать. По крайней мере, с точки зрения атеистов, наверное, с точки зрения даже того же Лемона. Даже с точки зрения Василу, наверное, позволяет. Наиболее последовательная позиция по отношению к Богу, которая может скрестить с наукой, это атеизм. То есть, опять же, подчеркну мою линию аргументации, что естественные науки содержат в своей базе естественную установку. Если в мире все было естественно, всегда было естественно, никто не может вмешиваться там, ничего сделать, для естественных наук все хорошо. Ее методология более-менее вероятна и работает достаточно эффективно. Если мы допускаем, что есть какое-то абсолютное всемогущее, всесильное существо, а может быть даже и не абсолютное, не всесильное, а какое-то там существо, создание, что-нибудь, которое мы не видим, не можем опознать, заподозрить и ничего с ним сделать, да, короче, которое мы не можем найти, но которое влияет на наш мир при этом, например, провоцирует эволюцию, допустим, которое, не знаю, каждый день обновляет мир, как это делает Аллах, каждое мгновение просто обновляет мир, ну тогда мы заведомо заблуждаемся. Если мы можем предполагать любую, смотрите, если мы можем предположить наличие любой сверхъестественной сущности, а мы можем это, конечно, сделать, то для науки это является достаточно существенным ударом, на самом деле, да, то есть для методологии, не просто для науки, для методологии науки, то есть, если вдруг оказывается, что Господь Бог мог бы запустить планету 6 тысяч лет назад, а все остальное как бы создать, как, знаете ли, ну, ну, по приколу, короче, взял, засунул окаменелости, там, гены куда-то там раскидал, зверюшек создал, как попало, тоже, да, очень похожих друг на друга генетически, может быть, даже специально отчасти это сделал, чисто покекать с нас, например, да, ну, вот в таком случае, в таком случае наука, она как бы, во-первых, мотивацию к исследованиям теряет, с одной стороны, ну, просто потому что, а нахуя, нахуя исследовать, если вот в любом аспекте везде мог там прийти Бог и создать планету там тысячу лет назад и насрать нам на голову еще сверху, какой толк тогда в научных исследованиях с точки зрения познания? Да никакого на самом деле нет, да, потому что достоверного познания в таком случае добиться будет, ну, либо невозможно, либо не способами науки. Методология науки же заранее, она как бы подразумевает, что мир естественный, всегда был естественным, законы природы никогда не нарушались, законы природы везде одинаковые во всем мире, да, и никакое божество, никакие духи, никакие призраки, ничего в это вмешиваться не может, соответственно, да. То есть, наиболее последовательная трактовка науки, это атеистическая трактовка, и наиболее удобная, вот. ...выживать, и более того, примеры атеистических государств, таких как советских совок, советский совок, он нам показал, что вот попытка внедрять... Да, это из атеизма, конечно, совок, конечно, развалился, жесть. А что насчет китайцев? ...этическую идеологию, как обязаловку, преследуя за это репрессиями, мы, так сказать, получаем... А что насчет китайцев? Ну, некоторое инфернальное государство, то есть, если для вас совок это что-то крутое, то вопрос, вопрос на подумать. Поэтому два основных таких более-менее адекватных, релевантных аргумента, ну, первый, это полезно, второй, это красиво, потому что любая религиозная картина, она эстетична, любая... Ну и третий, пошел нахуй, как говорится, да, и все. Бой, атеистической картине. Ну, полезно разъебали, красиво, но я хз, наука некрасива, ребят, наука красива, как вы скажете, наука красива, по-моему, достаточно. Ну, чисто эстетически. Ну и третий, у атеистов нет более-менее адекватных аргументов против. Максим пишет в чате. Ни одно религиозное государство в истории, видимо, неуспешным не было. Я, честно говоря, хз, тут просто, опять же, вопрос о том, что мы понимаем под религией, потому что, ну, просто в конечном итоге, если мы называем религиями все, кроме науки, да, все, кроме науки, ну и философии, допустим. Ну, в таком случае, очевидно, что религий было много, и они плюс-минус какие-то выживали, да, потому что у нас очень широкое определение религии. Ну, и очень многие другие вещи очевидны исключительно только из того, что мы дали слишком широкое определение. Конец. Я скажу то, что... Не, по делу сказали, дезадаптивность, уродливость, отсутствие адекватно проработанной, соответственно, системы, которая позволяет атеизму быть философией. То есть мы можем сказать, что там эмпиризм – это философия, можем сказать, что там пози... не знаю. Во-первых, зачем атеизму быть раз философией – это первый пункт. Во-вторых, атеизм – это просто узконаправленное некое убеждение. Это единичное убеждение, я здесь, наверное, соглашусь, что сам атеизм в чистом виде, как некая абстракция, не является системой. Но существуют атеистические системы философии, там, не знаю, атеистический... Экзистенционализм, блядь, вот. Так вот, да, есть атеистические разные другие, короче, штуки. То есть есть атеистические системы, есть атеистические религиозные системы, ёбаный в рот, сука! Лимон, нахуй! Учи базу, учи базу, сколько можно! Ну, например, Меманса, да, вот Шадов вам примеры даже дает. В отличие от того, ну, есть дебаты, иди смотри, вот вам пример Меманса. Меманса – атеистическое, короче, учение. Богов там нет, ну, буддизм плюс-минус атеистический, кстати. Там есть, правда, в кавычках, боги, но они не абсолютный бог, это не атеистический, все-все в благое, охуенный бог, который создал этот мир. Это именно дэвы, это просто более крутые создания, чем люди. Там дэвы, асуры, они просто круче людей. Всё. Типа, есть создания, которые живут на других планах, которые круче людей. Это не вполне боги. Сделать референт на какую-то более-менее проработанную аргументативную философскую систему с тезисами, адекватными, да, где там помимо эпистемологических тезисов есть проработанная антология, проработанная... Есть множество атеистических учений, у которых есть проработанная антология. Этическая система и так далее, то есть атеизм это скорее не... Есть огромное количество атеистических систем, в которых проработана и этическая составляющая. Более того, когда речь идёт о научном атеизме, научный атеизм опирается прежде всего на науку, и он оттуда берёт антологию, то есть он оттуда берёт картину мира. Вот картина мира такая, как утверждают научные теории, соответственно. Ну и из этого напрямую следует, что у нас антология, в которой нет места Богу. И что самое, знаете, замечательное в атеизме научном, это то, что он пользуется аргументацией, ну, по крайней мере, старается, пытается пользоваться аргументацией, которая присутствует в науке. У Лемона есть какие-то проблемы с наукой? Может быть, Лемон радикальный антисиентист? Я не знаю. Может, я чего-то не знал? Может, Лемон ненавидит и презирает науку? Может, Лемону хочется разъебать науку неожиданно? Может, ему кажется, что по антологии научного атеизма, которая просто копирована с науки, это полная хуйня? Я не знаю. Ну, может быть, может быть, может быть, может быть. Более того, атеисты подобного крыла из научного атеизма пытаются и этику обосновать. Эволюционно, я замечу, кстати, эволюционно пытаются обосновать этику. И вот тот заход, который вначале Лемон использовал с эволюционным формированием религиозного нашего сознания, он свойственен научным атеистам. Ну, то есть, формально каких-то нормальных, серьезных исследований по поводу того, что религии возникли эволюционно, ну, их нет. На самом деле-то, да, ну, может быть, они и есть, но они, я просто даже себе не представляю, как их можно доказать серьезно, и как с ними серьезно можно работать. Там, скорее всего, какие-то не самые последовательные, не самые однозначные исследования представлены. То же самое и с моралью, и с этикой. Ну, есть наработки какие-то, но в чистом виде вы хрен это все проработаете. Позиция, это не теория, да, то есть в этом проблеме, то есть теизм, это теория. То есть прикол, теизм? Нет, теизм не теория. Теизм, атеизм, они на... Ну, это как бы слова, обобщающие разные группы теорий, по большей части, получается. А то, что это теория, а атеизм это крик детей. Вот, а ты... Теизм это крик, а атеизм это теория. То есть неважно, насколько хорош ты изм, но теизм теоретичен. Там есть очень жесткая систематическая проработка чуть ли не каждого вопроса, который для него является значим. А значим для него любой вопрос, который входит в компетенцию и философии, начиная там от антологии, заканчивая политикой, философией права и прикладной этикой и так далее, и так далее. Деннет охуел просто в эту секунду, когда услышал вот такое вот. Деннет был в шоке. Соответственно, про атеизм сложно что-то сказать годное, просто потому что там, в принципе, ничего нету, с чем можно спорить. У верующих есть аргумент? Да, есть, мне не нравятся их аргументы. Есть дедуктивные аргументы, есть индуктивные аргументы в пользу бытия Бога и так далее, и так далее. Просто проблема этих аргументов в том, что они слабые, но их много, то есть их там больше 10 штук. На мой взгляд, все они слабые, так же, как и аргументы атеистов. И следующий тезис. Атеисты скорее дрочат на недоказуемое существование Бога. Верующие тоже. То есть я напомню, что есть такой отец церкви, Дионисий Ариапагит, он уберет. А я вот здесь тоже, ну, как бы, не совсем понимаю вот эту фишку, потому что на самом деле есть как и агностические, так и гностические. И теисты, и атеисты, неожиданно. Я убежден, что про Бога ничего осмысленно сказать нельзя, потому что Бог превышает бытие, а наши когнитивные способности, они только про это бытие могут быть, в принципе, использоваться. То есть есть нон-эвиденциализм. Ну, честно говоря, очень даже обидно, что это вырезали в хайлайт, потому что материал очень слабый. Ну, у Лемона очень много очень слабых материалов, я здесь честно, конечно, признаюсь. Но почти все его рассуждения, которые особенно вырезаются в хайлайт, это прямо, ну, очень стрёмненько. Я понимаю, может быть, верующим, особенно не самым умным, такое слушать может быть и приятно, и у них, может быть, слуха, как бы, от этого, знаете ли, не страдает, потому что их позицию поддерживают. Но в чистом виде это очень слабое выступление, которое обнажает непонимание такого, в кавычках, явления, потому что это же не явление же, конечно, да, такого, ну, такого, в общем-то, абстрактного объекта, как атеизм. Ну, и при этом он почему-то прославляет атеизм, непонятно почему, потому что разных теорий атеизма даже внутри христианства, если и не миллиард, то, ну, как минимум, несколько десятков наберется. А если мы пойдем по другим религиям... Ох, просто без религий, в кавычках, опять же, да, ох, мы никогда не выберемся из этой темы просто. Во философии религии это тезис о том, что Бога нельзя рационально доказать или опровергнуть. Это тезис о том, что в Бога можно только верить. Есть теисты, ноновиденционалисты, например, прагматики, я тебя защищал, краски прагматические аргументы. Есть атеисты, ноновиденционалисты. Вот, айвиденционализм, очень такие тяжелые слова, не очень люблю их, вот здесь. Кстати, я тоже подчеркну, что всякие тяжелые слова заебывают. Ну, вот эти всякие англицизмы, которые для нашего русского языка не очень свойственны, и которые постоянно надо, блядь, проговаривать, как скороговорку, это, конечно, такое. Здесь мы можем говорить... Приветствую, Ирин, рад видеть. ...что идите в философию религии, разбирайтесь, насколько хороши ты, а аргументы с обоих сторон. Вот, а если говорить, если у теистов аргументы, дохрена, открой любую книгу Плантинги, там, аналитический теист, открой книгу Свинберна «Существование Бога», там вот такенный список аргументов, больше десяти, причем вот таких... Да, вот проблема, на мой взгляд, Докинза заключается в том, что он не изучает современные... Ну, не изучал именно, конкретно Докинза. Конкретно именно, блядь, Докинза. И многих других, конечно, но в нашем случае Докинза, что он не изучает современные тексты, связанные с данной темой, и не изучает современные аргументы, не разбирает их, ничего с ними не делает. Его позиция просто висит, в данном случае, в воздухе. И это вполне позволительно, если ты не являешься профессиональным разъебщиком теизма. А когда твоя основная популяризационная деятельность – это разъеб теизма, и ты нихуя не знаешь, и ты при этом еще и ученый, и ты, в принципе, должен как-то понимать, как оно работает, ну, с точки зрения, там, аргументации, обсуждения, развития дискурса, ну, ты должен понимать, но ты, блядь, не понимаешь, что делать. Это плохо. И Докинз – плохо. Его книжки – плохи. Но не настолько плохи, как подчеркнул Лемон, правда. Лемон что-то совсем обосрал бедного нашего, в общем-то, Докинза. И формальные, проработанные, качественные, ну, в общем, сделанные по всем канонам аналитической философии. То есть это не софизмы, это вот, по факту, аргументы. Используемся. Используемся. Используемся.